Сегодня в России отмечают одновременно и старый, и новый праздник. Бывший день милиции, отныне день сотрудников органов внутренних дел. Именовать Днем полиции профессиональный праздник стражи порядка не стали. Таким названием были недовольны ветераны службы. О том, что уже изменилось с переименованием и чего ждать дальше, расскажем в следующем сюжете. Равиль Закиров – один из немногих, кто начал службу еще при СССР. 15 лет отработал во вневедомственной охране, а последние 7 лет участковым в 9-м комплексе поселка ГЭС. Из-за находящегося там рынка этот район считается одним из самых криминальных, поэтому все время приходится уделять работе. Даже реформа МВД им осталась практически незамеченной. Больших таких изменений нет. Работаем сейчас согласно закону о полиции. Как работали, так и будем работать еще. По мнению опрошенных нами рядовых граждан, весь смысл реформы в простой смене вывески. Отличия практически нет, разве что нынешние полицейские стали лишь чуть вежливее прошлых милиционеров. Думаю, что лучше? Лучше, а почему? Как-то все равно, раньше обращались они, это пожестче, сейчас это получше. Лично я особо не чувствую никаких изменений. А какая разница? Да никакой абсолютно, по-моему. Я лично не вижу. Дай бог и не видеть. Подводить итоги реформы еще рано. По словам самих полицейских, должно смениться как минимум одно поколение, чтобы изменения стали заметны всем. Ведь новый закон о полиции меняет не столько саму работу, сколько отношение к ней. Полицейский – это уже не карающий меч, а защитник прав и свобод каждого отдельного гражданина. Реформа МВД будет продолжена. Уже сейчас разработан новый бренд внутренней службы. Такой вот узор в виде триколора в ближайшее время должен стать отличительной особенностью полицейских. Таким образом, законодатели надеются изменить не только содержание, но и форму силового ведомства. Кирилл Ерофеев, Ильнар Густафин, Дмитрий Кравченко, РНДВ, Набережная Челны.